это то чего который сказал да типа ускориться и он сел в лодку вообще справедливо женщина с усами а его надо спасти бля этот список всех фильмов которые я уже посмотрел и если там окажутся ваши любимые фильмы то вы можете глянуть полной реакции вместе со мной все это доступно на пусте ссылочка в описании всем привет ребят с вами русский турист это новая реакция на моем канале и сегодня мы посмотрим фильм по названиям титаник 1997 года легендарный культовый блокбастер который набрал 11 оскаров также как и выселин колец третья часть возвращение короля по моему мы так и тоже посмотрели вы селин колец на моменту канале доступны все уже реакции реакции на все части можете глянуть ссылочка в описании тут очень хорошие показатели оценки на поиске 84 и занимает на данный момент 35 место в топе и на поисках но я так и не посмотрел фильм от начала до конца но я знаю к сожалению основные спойлеры знаю что произойдет в конце с дикаприо также я видел самые вот эти вот культовые сцены там где они вдвоем и уже некоторые сцены когда уже титаник тону режиссер этого фильма джеймс кэмерон я так и не посмотрел ребята первый аватар вообще сейчас там как бы уже вторая часть идет натыкаю себя вот на эти новости часто то что этот фильм вроде набиваю набирает новые рекорды вот если вы захотите чтобы я посмотрел аватара на пишите комментариях плюс там хэштег посмотри аватара и если наберется короче под этим комментариям 20 плюсов я короче сразу ближайшие дни запишу реакцию на аватар также не забудьте подписаться на канал буду вам очень благодарен поставить лайк и комментарии и давайте начинать смотреть погнали были только начали смотреть уже грустно нахер титаник еще мелодия такая траурная да ну там как бы погибло очень много людей не знаю сколько точно там утонула но наверное очень много все-таки там габариты какие нахер этого корабля это настоящий титаник интересно что не чувствуют да эти люди там какие вообще ощущения можно испытать то есть как окунуться в то время до увидеть это все своими глазами блин там жутко а такой робот прикольный с глазками еще люстра сохранился каким-то образом нихера остатки да а это еще надо там ведь еще дети погибли сейф о российский флаг академик стислав келлыш нихера это по-русски был написан тильту парнем 18 плюс контент а это бабуля типа она будет рассказывать историю до типа была там и она эту всю историю будет рассказывать вроде а если вы найдете у меня в в в у дикаприо интересно как они вообще встретятся сколько интересно стоит бриллиант это они хотят бабки поднять ну понятно и вообще звука не потратили денег на вот этот все ну на экспедицию дитаника мне кажется можно ничего не осталось вообще на дня там же наверно много кто был побывал такой харизматичный да мужичок мобиль наверно понравилась прям до но крутой сейчас служба гул типа воспоминания очень крутой переход восстановление детальника за просто несколько секунд а кто это у нас здесь так я жду дикаприо теперь не но вообще конечно так 30 очень красиво опа они играют на билеты не ну конечно тем повезло да те кто проиграли они спасли свою жизнь получается такой судьбоносном яда сейчас был очень тут сцена с выигрышем билета монстр какой-то такие размеры конечно но если особенно сравнивать с теми до мелкими а но если с этим особенно вообще она типа те до которые проиграли проиграли ставку ну блин конечно повезло интересно как они отреагируют потом да когда они увидят эту новость актер до из-за сильных колец который мы посмотрели этот король король рохану нахереть вот эти механизмы как они вот в то время смогли это все сделать сконструировать это уж вообще пиздец там целая семья собралась не ну красиво конечно красиво сцена в этот очень красивая сцена да когда полностью показать станет сверху увидел все ты чё там вот тоже посмотрел у него все первый кодек джек уже попал вообще а сейчас типа джек спасет это видел тоже сейчас познакомиться хитрый да подошел уже ну все как бы она она в ловушке хороший ход но он правильно типа делает отвлекает да нет на нас не упадет типа понятно но все-таки не решили добавить сюда туда напряженность такой таймер такой момент они подбежали но у них уже какая-то маленькая искра есть дать и почувствуется особенно смотрят на него на джека как он как он сексуально держит сигарету во рту джек что ты делаешь тот самый да у нее такое выражение леса будто на селедку съела кислую типа ну уже как бы понятно да то что вообще никаких чувств между них между ними нет никаких обнимашек никаких целовашек он подарил ей этот бриллиант и типа ничего никакой реакции ей похер на этот камушек и мы но тут как бы очевидно какой психолог джек не нужно конечно пикапер вообще 80 уровня ну все она зацепилась короче хорошо что нам это не показали я уж это да уж в газетах другой напечатают в школу джека как он смотрит у него эйфория какой очень красивый интерьер до сейчас быстро научиться до репетиция а вот она и что он так смотрит на нормальность не он прям чувствует жаком чувствуя себя очень уверенно актерская роль дикаприо она великолепна пошли сплетни это не очень интересно слушать почему так резко взгляд у нее не нравится как он всех чувствует не очень уверенно конечно очень уверенно философия пошла до ну что здесь сказать как вообще действует джек гений просто гений а это уже поинтереснее все очень просто и никакая там черный край не нужно крутой момент ну вот это сама съемка с двух сторон все сейчас расскажу тому сейчас первая проблема начнется да у это только начать типа начал их отношений что потом будет дальше с ней еда если она с ним останется ну да мамка тепли они мамы еще здесь и она хочет использовать свою дочь нормально вообще придется терпеть всю жизнь жить с тем ненормальным началась битва за любовь решили все деньги мужик из-за этого они не смогут не успеют уклониться айсберга ну типа да мы ты знаешь что пройдет дальше как это так звучит просто комично неужели влияние мастер повлиял нее вот у кого надо учиться это верно все просто посмотри свои веса ну конечно типа после таких слов а чё здесь что ли добрались до этой сцены друзья давай здесь походу я передумал как трогательно это закат блин это это выглядит очень идеально типа вы прикиньте что было бы если вот такое повторить в реальной жизни да ну это конечно дед ну это типа сто процентов кекс мне кажется любая девушка согласится после такого что сделал джек ну ладно 90 98 95 процентов слишком слишком идеально да и такой переход кстати в этом фильме очень классные переходы вот я уже который раз обращаю внимание на это опять да ни хера себе дубляж постарался она возбудена рисунок рисунок самый какой лицо уже к я еще херево джек дыши ровно спокойно я посмотрел уже полфильма фильм конечно очень крутой очень крутой и снова снова эти переходы блин я какой раз уж это говорю да про эти переходы блин не они очень крутые правда самый интересный момент а этот чувак борода ты который очках ну все короче так что-то кстати странная обстановка сейчас походу столкновение как я понял да потому что ощущается момент игра в догонялки стопой не не а и а и и и и и а и и и и и она джека свратила получается да ну типа дала потрогать за сиську свою красиво это красиво на так час отшил его над джеки подсказала типа чем писать он же умеет красивый там что-нибудь такое сделать конечно потом такие испытания будут мне кажется пиздец у них все зажгло сейчас и просто бам столкновение с питаником а вот и айсберг еле-еле было заметно да вообще там темно но прям как все в тропе когда прям показывает эту атмосферу то что все очень серьезно но все равно за день и до задение им совсем немного не хватило враговое столкновение а все из-за высокой скорости без хипануть решили огромный айсберг капец а вот он наверное уже в курсе что произошло к этому что ли не лучшему ему ничего не надо рассказывать но конечно подло поступил блять шакал о чем она теперь сейчас подумает ну кстати если она хорошенько подумает тогда она как бы сама может догадаться она ведь знает что это за кел такой-то за человек как у него характер вообще не повезло ну чё доволен так вот еще очень неудачно столкнулась задела 5 если бы 4 нет это вообще все спокойно будто ничего не произошло да а он сейчас идет вообще в аху никто ничего не знает вообще ну да чтобы хаос не создавать а то там вообще капец будет вернется на чай попить близ скажет the ship will sink what and get to a boat quickly don't wait you remember what i told you about the boat it seems that there are not enough for everyone aboard waste of deck spaces it is an бедный джек ну да он типа влип жестко связался с богатыми людьми 5 часов 5 мать его часов что сейчас чувствует капитан корабля вот что у него в голове ну да он сейчас вообще своих мыслях жестко метается он походу сам не может осознать блин да у них место то не останется что-то жалко их теперь дети несколько секунд это одна жизнь человека просто и у них есть два часа уже меньше а дети вообще ничего не она подумала то что это салют вообще фейерверк какой-то праздник до отстанет тонет нахер сейчас цена конечно была девочка обрадовалась ах ты шакал какие нахер классы она не поймет что не лучшая половина вот что хочется сказать актер очень крутой вот который сыграет вот это вот нормального и внешность у него такая прям подходящая да вот поражение лица а вот и навыки пригодились научил же все я хочу сказать вот насчет вот этих вот отношениях нет насчет любого треугольника конечно понятно да то что она делает неправильно то что она изменяет своему молодому человеку но если посмотреть с другой стороны мы видели его характер то что она бьюзер можно понять почему она ушла от него до рискует своей жизнью она запомнила нет да какие целовашки надо спасать каждая секунда очень дорогая да и обязательно нужно поцеловать еще в конце страшно в эти звуки еще как металл гнется металлические звуки в очень такие жуткие может сработать стата только вот страшно за его руки за руки джека там вообще уже все затопило я вспомнил эти слова джека когда он говорил да про 1000 кинжалов возилась в кожу насколько холодно это не страшно это не страшно за джек это везение типы вообще и вообще никого корабль тонет в одиночестве сколько людей не потеряли да могли больше спасти все уже начинают понимать что происходит да без этого никак да тут железяка она какая-то как будто из пластмасса земных у хорош типа деньги он даст ему сейчас как бы деньги вообще ничего не решают такие моменты вряд ли конечно поведется на это и что-то меня удивляет музыканты вообще даже не пытаются спастись они просто играют еще потом он со всеми зниками будет делать в районе по расплачиваться или где показывают то что уже патрике есть сейчас не пойдет нахера он сказал ревность ревность это то чего который сказал да типа ускориться и он все в лодку вообще справедливо женщина с усами нет ниже потом еще должны встретиться но типа должны быть вместе любовь да что она делает но она проявила свою истинную любовь к нему смотри 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 в такое состояние вошел жесткая ревность до смешанная с яростью а его надо спаси его надо спасать блин мочугану жалко блин так повезло то что приближал сейчас момент ну давай блять ну да как всегда в таких моментах что-то падает что-то не то происходят но выброс не должны так по идее надо попасть еще здесь капец им повезло с первого ключа с первого это что парень приближал рядом там сколько процентов шанс чтобы вот так же сопо да какие деньги они сейчас все правильно сделал он был так сразу сделать что близ короче чем не выдержал не выдержал это все серьезно какой же он блять клещ живучий и он выживет да ну вот кстати вот такие люди как он вот с его характером они всегда выбираются сложной ситуации то есть они видят разные подходы чтобы решить проблему он как будто вообще ничего не слышит он типа он капитан это понятно просто не имеет права садиться на шлипку почему он ушел он же мог помочь людям конечно не знаю почему пришел поступить просто уйти к себе лучше бы на самом деле я спасал да он как бы мог еще там пару жизней несколько жизней спасти капитан корабля да то есть возможно у них так принято то есть если на корабле остаются люди то он тонет вместе с кораблем они чё лежат они чё вообще типа не знают это все уже вода поступает наверх а нет не успели до использовать шлюпки а вот и смерть пришла стопа где главные герои почему их не показывают чё никто вообще происходит все просто падают уже посмотришь на это все так и как будто я огромный титаник тонет почему на него-то упала нужно ничего плохого не сделанных он рядом был да вот тут наглый чел но упала на того который вот типа вообще такого хера несправедливо ну да проси в стихии ничего не поделаешь это уже ее территория эти хрусты принта мурашек конечно а мурашки наверное пожалел то что села ой бле да все тонет последняя секунда так а прыгнуть в сторону чтобы прям туда не засасывала она любом случае засосет как в аду нахер только вместо вместо огня лезнющая вода ну да блять вот только они догадались да подальше отплыть а те просто паникуют ну джек молодец то что он не поддался паником прям контролирует себя хорошо но еще шутить пытается да я liebe тебя я люблю тебя не ты сделаешь это я так холодно ты пойдешь дальше и ты сделаешь много ребенка и ты умеешь ты умеешь ты у нас еще одна девушка тепло в уехе ты учась обещал мне что она умер не вредит как безумный я не буду оставаться я никогда не оставаться я никогда не оставаться черни отойдет от нее никак вот кстати я вижу там какие-то ящики да можно было бы как это все собрать не будем другое найти надо было пораньше за все это слишком жестко ну понятно сценарий как бы да если вы уже касался жив то это все не было таким крутым как еще по-другому сказать драма сделать на все уже готовы да она ведь обещала джеку но она тогда хотелось им остаться дать она легла остаться вместе с тем да чтобы прям как рома у джилета но она должна держать свои обещания и и и и и и и но этот пустоты конечно очень сильно грешу он же попросил ускорить корабль свои грехи он точно от мыть до конец очень грустный джек ну да я типа знал то что он умрет да ладно она типа хочет это с драком и прощаться типа он там рядом да ладно она выбросила бабыка всех обманулок хитр какая все-таки решила кто не пишет такой момент а 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 в конце конечно в этот момент добил конечно добил встретил с джеком в итоге в конце не на этот момент конечно это шедевр был шедевр очень крутой фильм классный я рад то что наконец я посмотрел этот фильм полностью сейчас как раз музыка пошла до когда титане показывали когда он плыл всю свою мощь показал да и очень понравилось мне интерьера самого корабля а костюмчики персонажей до того времени уже все таки начало двадцатого века это все происходило очень выглядело зрелищно и с самого начала вообще было очень интересно смотреть как бы я блин поставлю 10 нахер из десяти очень понравилось ну что я могу сказать один из оскаров оправдали этот фильм да музыка здесь тоже очень крутая прям тронул спасибо еще раз что посмотрели вместе со мной благодарю за поддержку заканчивается фильм остается считанные секунды да и еще хочется сказать про джека про дикаприо который отыграл свою роль просто восхитительно великолепно как он это сделал надо будет обязательно потом будущем еще посмотреть с ним фильмы дикаприо очень круто тут конечно всем пока до нового фильма тебе меня не одолеть гениальный план я не удержался